Испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 стало важным событием для мировой истории и особенно истории нашего города. В честь него снимают фильмы, пишут книги и проводят спортивные соревнования. Воспитанники Дюж Саров и хоккейного клуба Саров Инвест не остались в стороне и провели товарищеский матч. Решили провести встречу, посвященную дню создания первоводородной бомбы на территории СССР, тогда еще, теперь уже на территории Российской Федерации. Именно поэтому решили собрать соревнования зрителей, чтобы показать хоккей, чтобы все насладились этой игрой замечательной, которая, наверное, одна из самых лучших и хорошо развивающихся у нас в стране. Уже на первых минутах игры Саров Инвест забросил шайбу и находился вблизи ворот соперника. Но энергия и желание превзойти игроков старшей лиги сделали свое дело. Ответные броски от юных хоккеистов Сарова не заставили себя ждать. К началу второго периода счет сравнялся. Сейчас хоккеисты усердно тренируются, чтобы в новом сезоне принести в копилку своих команд новые победы. Тренер Сарова считает, что товарищеский матч поможет юным хоккеистам войти в игровой режим. Угра дружеская, товарищеская. Мы готовимся к сезону, поэтому особых задач нет. Смотрим ребят, подбираем звенья пятерки. К концу второго периода Саров Инвест вновь начал набирать обороты. Счет на табло к середине встречи 6-4. На протяжении всего матча сохранялась интрига. Кто же победит? Разрыв между соперниками был минимальный, но опыт и сплоченность сыграли решающую роль. Счет говорит сам за себя. Там все-таки молодежь. Немного не хватает им опыта. У них все впереди. Тем не менее, молодежь умела забросить нам четыре шайбы. Это замечательно. Встреча закончилась со счетом 8-5 в пользу хоккейного клуба Саров Инвест. До нового сезона остается пара месяцев. Команда усиленно готовится к предстоящим играм. Взрослые игроки к высшей лиге области, а воспитанники Саровской школы к чемпионату России среди юношей. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.